Добро пожаловать на наш семейный канал про путешествия! Меня зовут Анна и я 10 лет живу в Турции. Хочу ее вам показать своими глазами. Я влюблена в эту страну и покажу вам самые интересные места без толпы туристов. Сегодня мы отправимся с вами в увлекательное путешествие в прекрасный город Фитье. И по дороге мы решили остановиться в такой незаурядной кафешке. Не обращайте внимание на ее внешний вид. На самом деле здесь готовят вкуснейшие гюзлеме, а без террасы захватывает дыхание. Поэтому, если будете ехать со стороны Анталии, обязательно загляните в это заведение. Здесь можно недорого перекусить любой с красивейшим видом. Ирина Николаевна, как вам это заведение понравилось? Гюзлеме вкусное? Очень вкусное, вкусное. А мне вот кому понравилось. Дорога с перекусом заняла у нас около трех часов. И первым делом мы отправились, конечно же, на самый красивый пляж Фитие Оле Денис. Вы только посмотрите на этот нежно-голубой цвет водички. Этот пляж полностью окружен горами, а с вершины горы Бабадаа каждую минуту на пляж приземляются парапланеры. Это необычное зрелище, за которым интересно наблюдать. Мы приехали в апреле и нам очень завезло с погодой. Днем плюс 27, но имейте в виду, что вода еще освежающая. Имир, как тебе водичка? Хорошо, водичка вот так классная. Несмотря на это, детей было не вытянуть из воды. Плескались до самого отъезда в отель. Вообще сейчас идеальное время для активного отдыха, если вы не планируете только лежать на пляже, а планируете посещать достопримечательности. Но имейте в виду, что в апреле погода переменчива и лучше планировать отдых, опираясь на прогноз погоды. А мы, наплававшись вдоволь, отправились селиться в отель. Отель я арендовала очень бюджетный и, если честно, я была приятно удивлена. В первую очередь, чистоте. Как вы можете заметить, мебель здесь не новая, но есть все необходимое для проживания. Посуда, вилки, ложки и даже стиральная машина. В таких апартаментах можно проживать и неделю, и месяц. Все необходимое для этого есть. Апартаменты эти двухкомнатные, по-турецки считаются 1 плюс 1. Здесь спокойно может разместиться семья из 4 человек. А постельные полотенца здесь белоснежные, придраться не к чему. Поэтому могу смело рекомендовать этот отель. Дополнительным плюсом было наличие двух балконов. На одном мы сушили вещи, а второй для приятных завтраков. Как можете заметить, ванная комната также оборудована всем необходимым. Здесь есть сменная обувь, фен и даже жидкое мыло для рук. В общем, отель полностью оправдывает свою стоимость. Отдыхающими в этом отеле были в основном европейцы. Какого-то шума мы не наблюдали. Семейный тихий отель. Но нужно не забывать, что еще не сезон и отдыхающих еще немного. Сам отель находится в верхней части поселка Улютный низ. До пляжа пешком не дойти, но так как мы на машине, нам труда не составило до него добраться. На машине буквально пару минут спуститься по серпантину вниз. На территории этого отеля есть небольшая мангал-зона со всем необходимым, где при необходимости можно приготовить свое мясо. А напротив нее находится уютная лаунж-зона с небольшой детской. К слову, моих малышей было не оторвать от этого милого домика. Также на территории есть бассейн, но им мы воспользоваться не успели, так как у нас на это уже не было времени. Ну что, добро пожаловать на самую красивую набережную города Фитие. И начнем мы свою прогулку с Марины. Сюда мы приехали для того, чтобы прокатиться на водном такси к центральному пляжу Чалыш. Но к нашему сожалению, сейчас оно работает только до 18.30 и мы на него попросту не успели. Водное такси это такая альтернатива прогулки на катере. Также можно насладиться островом и городом с воды. А проезд стоит в пределах 100 лирс человека. Такой вид прогулки подойдет тем, кто ограничен по времени. Но если вы хотите провести весь день в море, тогда здесь же, в Марины, вы можете выбрать любую лодку и любого перевозчика и забронировать себе тур по островам всего за 15-20 долларов с человека. Фитие это небольшой курортный город с населением 80 тысяч человек. Город расположен на побережье Икейского моря у подножья гор. Здесь вы не увидите каких-то небоскребов. Город застроен небольшими двух-трехэтажными домами. Это все обусловлено тем, что Фитие находится в сейсмической зоне. Также для Фитие нетипичны огромные отели с all-inclusive. Здесь в основном небольшие апарт-отели. Это обусловлено отдаленностью от аэропортов. Самый ближайший из которых – Даламан, который находится в 50 километрах от Фитие. Вечером Фитие особенно прекрасен, поэтому обязательно запланируйте себе прогулку по набережной на закате. Здесь же есть различные рестораны и бары для того, чтобы поужинать и приятно провести время. А мы позавтракали в салоне. В своем замечательном отеле отправляемся на канатную дорогу, которая находится в 5 минутах езды в том же поселке Оли-Денис. Оставив машину на парковке, нас ждал приятный сюрприз. От парковки к фуникулеру действует сервис, который совершенно бесплатно и с ветерком доставил нас к месту. Так как фуникулер работает по времени, нам пришлось подождать полчасика, поэтому лучше заранее уточните время отправления. Билет на подъемник сейчас стоит 425 лир. Это цена для всех, независимо от гражданства, туристы или местный. На канатной дороге есть три станции 1200, 1700 и 1900 метров, но в зимнее время года подъемник работает только до первой станции 1200. Оттуда, к слову, также открывается шикарный вид, но если приедете летом, то обязательно посетите все три станции, на каждой из которых есть смотровые площадки и рестораны, где можно перекусить или выпить чашечку кофе. Кабинки здесь комфортные, с панорамным остеклением, что позволит вам свободно любоваться окружающей природой. Здесь можно наблюдать бегающие по горам стадо коз, а также с высоты полета рассмотреть поселок Уля-Денис и лазурный берег одноименного пляжа. На высоте есть смотровая площадка и площадка, с которой прыгают парапланщики. Цена такого полета обойдется вам в 160 долларов, а если вы любите экстремальные виды спорта, то вам однозначно стоит приехать в Фитие. Также здесь находится ресторан, который так и называется 1200 Бабада. Ресторан с современным красивым дизайном и захватывающим видом. Здесь можно вкусно поесть европейскую кухню, а также имеются алкогольные напитки, но имейте в виду, что ценник выше среднего, что обусловлено его расположением. С террасы ресторана открывается невероятный вид. Здесь можно рассмотреть поселок Уля-Денис. Он поделен на две части, верхний и нижний, а также вдалеке виднеется сам город Фитие. Спуск также осуществляется по времени, поэтому лучше уточните по прибытию, во сколько он будет, чтобы знать, сколько времени у вас на прогулку. Спуск занимает по времени минут 10-15, что дает вам возможность еще раз рассмотреть всю красоту местности. А мы же снова отправились на ближайший пляж Улю-Денис. Позагорав и наплававшись вдоволь, вечером мы решили отправиться в Фитие. Выискивая интересные достопримечательности, я наткнулась на этот парк и всю поездку горела желанием отвезти туда детей. И не прогадала, парк Шихид-Фитхи-Бей оказался безумно интересный как детям, так и нам взрослым. Здесь огромная зеленая территория, множество зон на разный возраст, от малышей до взрослых, а также есть выход к набережной и к морю. Этот парк – место притяжения для семей с детьми, а также любителей позаниматься спортом. К слову, велодорожки в Фитие проходят как вдоль всего берега, так и через весь парк. Как же повезло жителям этого города, что они могут каждый день пользоваться такой инфраструктурой – велодорожки, тренажеры, скейт-парк. А детям раздольят для выброса энергии – качели, батуты, горки, лесенки, туннели, веревки и многое другое. Здесь потрясающий ландшафтный дизайн и современные инсталляции. Это очень красивый, чистый и благоустроенный парк. Нам, к сожалению, в этот день не повезло с погодой, было пасмурно, но я уверена, что яркий солнечный день, он играет совсем другими красками и еще прекрасней. Еще я отметила для себя, что прогулявшись по этому парку, видно, как местные власти заботятся не только об окружающей среде, но и о маломобильных людях. Здесь и контейнеры для раздельного сбора мусора, а также есть специальные зоны отдыха для инвалидов и даже станции для подкачивания колес для инвалидных колясок. Это линии уровень. А если подняться на самую высокую горку, то отсюда открывается прекрасная панорама на весь город. А в вечернее время она особенно прекрасна. И, конечно же, я не могла отказать своим малышам и не прокатнуться с ними с горки. Взрослым тоже иногда полезно вспомнить детство. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, сегодня наша поездка подходит к концу. И, выселившись из отеля, первым делом мы поехали на главную достопримечательность города Фития. Это ликийская гробница Аминтас. Находится она в черте города, на вершине небольшой горы. Сюда легко добраться и на машине, и на общественном транспорте. Маленьких детей я бы не рекомендовала с собой брать, а вот от 3 лет и старше будет очень интересно. Цена за вход фиксирована. Всего 3 евро. В апреле я оплатила всего 100 лир, но в зависимости от курса цена может меняться. Но полученные эмоции от посещения этой достопримечательности явно стоят большего. Самая большая и грандиозная гробница самого Аминтаса. К ней ведет крутая лестница вверх. Но если вы свернете влево от нее, там имеется еще несколько, которые тоже можно посетить. Как мне кажется, именно отсюда открывается самый лучший вид на город Фитие. Здесь можно увидеть и острова, окружающие город, и стоящие на причале катера. На территории современной Турции сохранились как греческие наследия, так и остатки давно разрушенной цивилизации Ликия. Исторические записи показывают, что Ликия находилась между Южным Средиземным морем и горами Северной Тавр. Уникальная география этого региона способствовала его изоляции от других древних цивилизаций, что привело к возникновению особой ликийской культуры. Скальные гробницы использовались в качестве погребельных камер для умерших в древней Ликии. Обычно они предназначались для элиты, аристократов и важных лиц общества. Эти гробницы часто находят на возвышенностях, с видом на долины и пейзажи. Считалось, что крылатым существам будет легче перенести их в загробную жизнь. А самое удивительное, что эти гробницы делались мастерами вручную и сохранились практически в идеальном состоянии до нашего времени. Аминтас – это не только исторический памятник, но и настоящий культурный и архитектурный шедевр. Это место оставляет ощущение древней магии и тайны, и невозможно на ней ощутить дух и историю Ликии, побывав в этом прекрасном месте. На заключение нашей поездки мы оставили каньон Саклыкент, который находится в 40 километрах от Фитие. После его посещения нам будет удобно выехать на трассу и отправиться домой в Анталию. Стоимость у него копеечная, ну а впечатление на миллион. Сюда удобно приезжать с маленькими детьми, так как первые 150 метров есть подвесной мостик, по которому удобно прогуляться с коляской по ущелью. Саклыкент – это национальный парк, который состоит из каньона, который за свои размеры получил известность на весь мир. Каньон Саклыкент признан самым длинным и глубоким каньоном Турции и вторым по величине каньоном в Европе. Его длина составляет 18 километров, а высота на разных участках достигает до 1000 метров. На всем своем пути имеются естественной красоты, крутые завораживающие скалы, несколько живописных водопадов и 16 пещер. Разница высот между входом в ущелье и выходом из него составляет 720 метров. Если вы не любители экстрима, то на территории имеется кафе, где можно съесть вкусное турецкое мороженое или же выпить вкусный турецкий чай с красивейшим видом на бурлящую воду. Также на территории каньона можно взять обувь в аренду и там же выдают каски, если вы захотите перейти речку и прогуляться по ущелью. Но имейте в виду, что вода в реке ледяная и ноги очень быстро замерзают. Я бы рекомендовала это делать только в летнее время года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саклыкент это очень живописное место, которое я вам настойчиво рекомендую посетить. И если вы досмотрели это видео до конца, то не пожалеете поставить лайк, а также не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые ролики на нашем канале. До скорой встречи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok